Всем доброе утро. У нас утро вторника. Я уже с утра мотнулась, Сережку отвезла на работу. Сейчас буду готовить завтрак и детей будить уже. У меня занятия. Отвезла Сережу, потому что сегодня машина нужна будет мне. Сегодня у Назара репетитор английский язык. Мы продолжаем на него ходить. Еще у меня сегодня закупы, поэтому мне нужно продуктов. Мне нужна машина. По-любому. Очень много дел на сегодня. В общем, как-то так. Пойду готовить. Я сегодня буду на завтрак яичницу с овощами, мороженными и с ветчиной. Вот. Как-то так. Хочется такой какой-то завтрак. И сытненький, и яичненький. Детей надо поднимать. Прискай. Они потихонечку просыпаются. Скоро уже у Назара занятия. По телевизору у Вики. Правда, я не знаю, пары есть и во сколько. У нее каждый день в разное время. Сыночка, просыпайся. Назара была самая теплая комната, пока отопление было. А теперь ему вчера два пледа дала. Потому что под одеялом жарко. Ну, жарковато. А под одним пледом прохладно. У него такой тоненький плед. Поэтому дала ему еще один. Так, ладно. Займусь готовкой. Оставайтесь со мной. Так, подготовила продукт. У меня, оказывается, у тех овощей нет. Они закончились. Которые идут. Смесь овощей. Но я нашла. У меня в морозилке есть отдельно брокколи и горошек зеленый. Сделаю просто вот так. С брокколи, с горошком. Я думаю, тоже будет вкусно. Ну, и колбаска, ветчина. Все. Вперед! Вот. Вот. У меня уже жарится основа. И поставила еще одну сковородку. Это для Назара. Назару я отдельно делаю бутерброд. И просто яичницу без ничего. Потому что вот так он кушать не будет. Он такое не любит. Это мы с Викой такое едим. К чаю достала еще вот эти сырочки нам тоже. Так. Надо поставить чайник. И заварить чай тоже. Все. Готовую плиту вот неплохо было бы помыть сегодня займусь этим. Так что оно совсем не жарится. Ну, в общем-то, вот такой вот у нас завтрак. Наша с Викой. Хлебушек, масло у Назара, бутерброд и яичница, соус, горчица. И здесь чай заваривается. Сырочки, чашки, сахар. Все это поедим, позавтракаем и чаек. Ой, всем приятного аппетита. Дети уже повыходили. Спальни открыты. Уже умываются. Хотела показать, как Назар уроки смотрит в телефоне. Я сейчас заберу его. Бутерброд не доел. Едок, блин. Давай сюда телефон. Назар, сейчас не смешно. Вот так ты на уроках себя ведешь. Назар чудит. Так ты ж сама. Едем к репетит Дару Назара. Я потом поеду за мясом и к маме заеду, к бабушке. Завезу орехи. У нас такие орехи есть. Она хочет их получить. Вот. Арахис. О, точно. Арахис. Может, там такая туча, что ли, дождь будет опять. Не понятно. Гроза. Может, показать туча? Она видна будет. Попробуй. Вон там туча где-то. Вон она. Где-то. Где-то там туча. Да, где-то там. Вон там вот. Хорошо видно вообще. Вообще прям хорошо видно на камеру. Ну что, поехали? Я думаю, мы уже прогрелись. Поехали. Давай, выходи уже. Пока поднимешься на лифте. Давай, давай, давай. Давай. Назар. Подожди. Все, я зови-ка и к бабушке. И потом наберешь меня, когда уже будешь... Не, еще наберешь. Назарушка, давай. Мне тоже надо поездить много. Пожалуйста. Мне надо все за час успеть. Еще я продукты заказала, на дом привезут. Давай, беги. В смысле? Ну, там такие полупабрикаты в морозилке. Все, давай. Дождь все-таки начинается. Мелкие каплики уже появляются. Где-то Вика, я уже ее заждалась. У нас всего час времени, пока Назар у репетитора, чтобы сделать какие-то покупки. А, блин, она так долго выходит. По-моему, вышла. Да. Все, поехали. Наконец-то. Долгожданненько это моя. Так, приехали домой. Сейчас покажу, что мы тут набрали. Ну, во-первых, йогурт взяли. Такой на развес. Сейчас открою. Так, вот такой вот йогурт. Он на развес продается. Вот взяла на пробу. Мы такой еще не брали. Вот это персиковый, с персиками, кусочками. А это киви. Ну, он просто, по-моему, зеленый, без кусочков. Да. Ну, взяла, закупила мясо, конечно же. Килограмм такого, килограмм такого. И два килограмма филе. Я его сейчас распределю на порции. Я всегда так делаю. О, это же мы у мамы были, естественно. Нам, нам, торбочку. Буречки вареные. Орешки вущеные. Мои любят орешки такие жареные. И куча-куча пирожков. Спасибо, мамулечка. Называется, поправляйтесь перед пасочкой. Я, кстати, в этом году пасхи буду печь сама. Буду делать, вернее, не пасхи, а куличи итальянские. Вот эти с сукатами. Мне очень они нравятся. Они, конечно, хлопотно выпекаются долго, целый день. Но, так как мы все равно сидим дома, можно заморочиться. Так, а это я взяла домашние пельмени. Купила. То, что я заказывала полуфабрикаты. Чисто тоже. Все взяла по килограмму на пробу. Голубцы. Это сейчас все в морозилочку засыпину. Это я такое иногда беру на форс-мажорное обстоятельства. И сырнички с изюмом. И еще чебуреки. Но чебуреки Вика сейчас пойдет заберет, потому что они не успели еще мне их подготовить. Вот. Все это закинул в морозилку. Это когда некогда и мы где-то спешим, бегаем и надо что-то покушать, то чтобы что-то было, в общем, быстрого приготовления. Вот так вот. Привезла Сережку домой. И забрала чебуреки. Те, которые нам еще не успели. Вот так вот они выглядят. Честно говоря, я первый раз беру вот так полуфабрикаты. Чисто на пробу взяла. Всего по килограмм. Посмотрим, может вкусно. Чебуреки надо самому научиться готовить. Ох, а куда их пхать, блин? Сюда что ли? Тут мясо. Короче, я сегодня напхала морозилку всю. И мясо, и чебуреки. Ой, не влазит. Ай-яй-яй, не влазит. Вот она спала. Ага, о, все влезло. Ура, кормить тебя. Сейчас руки мыть, мыть руки. Кормить, будешь? Май с Сережкой задом не сможешь. Мы стали неудобно припарковались. Ну, вот так вот задом, как сюда заезжали. А, то и куда выезжаем туда? Ага, куда нам ехать вообще? К Макдональдсу. Вот, короче, дождь на улице, а мы решили все равно прогуляться. Сейчас еще не знаю, как, чего. Хатунна позвонила, они тоже выходят где-то там пройтись. Вернее, они выезжают. Но, походу, нам дождь не очень даст прогуляться. Ну, по крайней мере, может быть, даже посиди в машине и попьем чай, кофе, капучино. Ой, какие зеленые листочки уже. Детям чебуреки пожарила, а наши с Сережкой порцию закинула назад в морозилку. Приедем, потом буду жарить. Слушайте, ну, хоть и дождь, чего хочу сказать, но как-то вот все равно приятненько. Так по-летнему. Даже, это потому что мы на улицу выезжаем, просто вот прогуляться. И даже дождь в радость. Вообще обалдеть. Ну, вот красиво же. Красиво. Правда же, Серый? Тебе как? Попусть. Сережка сегодня какой-то злой пришел с работы. На всех уже набурчал. На Вику, на меня. Один Назар не отгреб, по-моему, сегодня. Ну, вас набурчишь. Ай. Здорово перегрызете. Да, конечно. Прям перегрызли. Ну, одно начинаешь говорить, второе впрягается. Ты не говоришь, не вовремя. Надо сразу. Лучше вообще тогда с вами ничего не говорить. А, продолжение следует. Ну, да. У нас женская солидарность. Сбези. Свинка. Прям напали на тебя, бедного. Что такое? Бегут зайчики. Бегут. Привет. Тормозок, Серега. Привет. Какой тормозок, Серега? Мед. А, мед, да. Мед, да. Здрасте. Привет. Проможны? Блин, говорю, мы уже были под этим. А где вы были? Мы подъезжаем. Смотри, мы в очереди. О, они в очереди стоят. Миша ломанулся. Мы теперь с такси выходим. А вы поехали мимо него. Смотри, мы уже стопили все слои налево. Вообще. Я говорю, а где они делись? Это белая такая машина. Да, да, да. Блин, это моя команда была. Я говорю, слушай, я говорю, мы сейчас... Мы думали, вот это ты в ямку провалился. Назад быстро. Ай-яй-яй. Ты шо? Объезжай ее нафиг. Тут такая ямище, шо? Жуть. Короче, и это, я говорю, стоянка закрыта. Я говорю, ну давай вот тут встанем сбоку при въезде на стоянку. Сережка, да нельзя там стоять. Говорю, поехали тогда. А Серега, я говорю, давай на вот той стороне встанем, дождемся уже, ребята, потом. И мы вот тут так решили и поехали, понимаешь? А я только хочу вам позвонить. Серега, вы стойте. Ну, мол, чего ей звонить? Ну, хоть... Надо было звонить, Валерий. А нам, да, дождь, снег, град. А меня радует такая погодка. Очень даже ничего. Смотрите, как у меня болела голова. Так, попустила просто. Я пытаяла круслинка, я как зачахла, и пошел дождь. Ты шо? Мы в деревню как съездили, Хатун, а у меня с того момента не один день еще, пока, фу, голова не болела. Тоже прямо каждый день уже. Я уже думаю, надо идти компьютер на Толлараду делать. Может, у меня что-то непорядок уже, знаешь? Мы уже заказывали. Кисло-сладкий соус. Кисло-сладкий соус. И еще отдельно кисло-сладкий. Не-не-не-не-не. Вместо кетчупа. Ага, вместо кетчупа. Вместо кетчупа. Вместо кетчупа. И еще один соусский соус. Да, да, да. И отдельно Бигмак-бургер. И отдельно Бигмак-бургер. И отдельно просто бургер Бигмак-бургер. Все. Теперь все правильно? Да. Да. Перечитаю. Будет 289 гривен как на расчетах. Спасибо вам. Спасибо. Так, Серый я приготовила вот деньги. Слышу же ты, смотри. Там не сюда встань? Да, да, стой, стой. На. Оп-ля. Угу. Серый чек есть. Размеряй сразу. Значит, такой-то сахар будет. А я ж не буду кофе. На, Серый. Это приложить. Приложить. А этот... Сережкин. У меня школа. Это... Дальше. Вот, все. Ждем. Миша, сейчас нам дадут, надо посмотреть, чтобы там было все. Да, смотри. Это... Первый. Это все. Они сахар добавают. Так, Хатунечка, а ну... Сахар, прости, не забыли? Сахар не забыли? Спасибо. Сахар вложили? О. Есть сахар. Так, заберите. Это кофе-ко... Это кофе-кола. Это и наш. Это ваш. Спасибо. Возьми сюда. Боже, сколько всего стакана. А что вы подобрали там? Это что? Только что все... Так, на колу чай. Ага. Давай, колу чай. Все, сахар есть. Здесь вроде бы все. Не знаю. Еды, короче. Жрать не обожраться. Куда едем? Вот, нашли мы место. Блинок на запотели. Не покажу. Тут такой скверик у нас. Но мы не выходим на улицу. Мы в спартанских условиях. Серый догрот открыл как раз. Кушаем в спартанских условиях. Хатуна только пьет. У нее три стакана. А Миша кушает. За вас, за нас, за всех. А у меня вот здесь все на руках. Бигмак. Не упадет. Сидим и рассуждаем, как давно мы не ели у Макдональдса. Тебе хорошо сидится? Ну и наши напитки. Тебе хорошо сидится? Нет. У меня сегодня прямо день покупок. Это хатуна берет половинку. Хатуна вообще зашла. Говорит, нам только хлебушек и пельмени надо. Вон, видите, хлебушек и пельмени. А я говорила, нам вроде вообще ничего не надо. Набрала, как всегда, своих сыров любимых. Вот. Плесневых. Бри. Потом вот этот. Зеленые плесенью. Ну и которые дети любят. Родонеры. Майонез взяла. Хелманс. Кетчуп и бананы детям. Так, все, я больше ничего вроде бы не беру. А Сережа читает у него. Читать с когодына. Сергей Викторович. Мы уже идем. Что ты там находил интересное? Любимую тематику. Ага. Оружие. Да. Это продаются книги здесь, да? Да. Ну и штучки. Завезли ребят, короче, это, и ехали. Ну, сейчас уже меньше видно. Туда, представляете, снег прямо шел. Я вообще... Ой. Я вообще в шоке, честно говоря. Прямо снег такие эти, да, лопатенькие были. Там они сейчас идут. Ну, сейчас не так. Мы сейчас под мостом стоим, да. Ну, все равно. Туда мы ехали прямо конкретно. Видно на фонарях снег такой лопатой. Капец. Апрель месяц. Середина месяца. Я в шоке. Мы дома. Нагулялись. Хорошо. Провели время. Пообщались. Хочу рассказать, поделиться информацией, которую мне Хатуна сегодня рассказала. У нее есть клиентка, которая работает у нас здесь в областной больнице. И она такую... Они общались, и она такую рассказала информацию, что у них каждый день они приходят на работу, у них каждый день эти пятиминутки, собирают всех. И отчет по связи с коронавирусом, с заболеваниями, в общем, по больницам, какая обстановка с больными. Так вот. Последняя информация была у них по отчету, что в инфекционке... А, у них... К чему это велось? У них освободили здание больницы под... Ну, то есть готовятся на случай сильного приплыва пациентов с коронавирусами, ну, с подозрениями, вот, чтобы больницы были готовы. Так вот. И в этом отчете, значит, говорится там количество, что у нас в Черкассах вообще по больнице. Значит, в инфекционке лежит всего 6 человек с пневмонией и 3 человека подтвержденные. То есть 3 человека с коронавирусом. А у нас во всех соцсетях, везде, она говорит, я не понимаю, я читаю там в Фейсбуке, еще где-то вот информационные какие-то... источники, говорит, пишут, что 20 человек в Черкассах подтвержденные, то 22, то... В общем, разные вот эти числа. Она говорит, я не понимаю, откуда берутся эти, значит, количество, если на самом деле этого нет. Вы представляете, я вообще была в шоке. То есть, насколько уже люди запуганные. И, ну, на самом деле у нас в городе не все так страшно. Ну, это не говорит о том, что не нужно придерживаться карантина, там, начинать сейчас в вольную ходить без масок, гулять, тусить и так далее. Понятно, что нет. Но сама суть, что люди настолько запуганные, ну, преувеличивается вся информация на самом деле. Ну, по крайней мере, у нас в городе это точно. Зачем это делается? И, ну, я как бы понимаю, но я не хочу на эту тему разглагольствовать, потому что у каждого свое мнение, каждый видит это по-своему. Вот. Поэтому я к чему это говорю? Чтобы немножко успокоить вас всех и нас тоже, не паниковать в очередной раз и не бояться так сильно, как... По возможности проверяете информацию, которую вам вкладывают в уши. Если есть, то возможность позвонить туда, в тот регион, знакомым друзьям и спросить, а правда ли? Да, то есть, в общем-то, как-то так, вот так вот. Ну, на этом, наверное, все. Обращаюсь с вами, будем уже отдыхать. На этом все. Всех люблю, всех целую. Не болейте. Все будет хорошо. Мойте руки, как у меня на Пасхе. На Пасхе. Пасха, у меня уже Пасха. На маске, как у меня написано, мойте руки и пейте вино. Шучу. Все, всем пока. Рано я с вами попрощалась, между прочим. Мы сейчас едем, опять едем с Сережкой. Почему? Потому что сейчас... Спасаем Кума. Спасать Кума едем. Позвонила Кума, она еще так начала. Кумася, у нас беда. Я говорю, что случилось? Говорит, типа, Саня, ну, цикун, этот... Ехал с работой на велосипеде, а еще дождь такой. В общем, велосипед полностью там разломался пополам. Или что с ним, я толком не поняла. В общем, сидит... Сидит в одном конце города, а домой добраться надо в другой конец города. Ну, короче, офигеть. Расстояние, ну, нереально. Дождь замерз уже, сидит там на остановке. Ой, бедный. Ну, короче, че сможем мы его забрать. Так, тут же ж... И мы вот это... Едем его отвезем домой. Чип и Дейл спешат на помощь. Да, Чип и Дейл спешат на помощь. Так что, рано я попрощалась. Мы еще не отдыхаем. У нас продолжается... Ночное приключение, да. Надо выручать друга. По-любому. Сейчас люди, конечно, многие ездят на велосипедах. На работу. С работы, у кого нету. Те транспорт же не ходят. У кого нет велосипедов, позычают. У друзей просят, берут. Как-то выходят из положения. В общем, это кошмар. Слушайте, этот карантин, конечно, вылазит для всех боком. Ай, как-то так. В общем, поехали. Сейчас посмотрим, что там. Так, нашли сами. Что там с великами? Что, что, ребята, спасибо вам. Ого, колесо прямо оторванное, да? Да. Оно колесо, видишь, отдельно. Сейчас я накутаю игрухица и изниму. Оно влезет у нас в багажник? Остается делать. Влезет, конечно. Ну, хорошо. А веревка может... Да, вот так влезет. Влезет там. Да, я думаю, да. Да, навряд ли. Ну, пробуйте. Серый припарковался. Вот так торчал велосипед. А, ты начал его вытягивать? Да, я его вроде не ждал просто уже. Серьезно? Мы где-то потеряли шнурок. Да. Что, открылся? Короче, колесом прям к столбу припарковался. Я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Да, конечно, велик. А что, там крепление какое-то лопнуло, или что? Давай, давай я сейчас достану. Я же тебе по-моему с вами делаю. Конечно, это не. А веревку потеряли, да? Да. Они не потеряли. Вот она. А, привязал плохо, да? Вот что, блядь. Я не коза думаю, если ей снять, привязать. Ты снять ее, че нет? Можно и снять. Оп. А теперь, наверное, так, чтобы она не покоится. Оп. Ой-ой-ой, Сань падает. Да, конечно. Надо же такое. Пока поставили, чтобы хоть докатить. На оське крутится. Оська же клавиона тут рядом. Но оно не держится сейчас, да? Да, не держится, ее подняется, его мобили. Ай-ай-ай-ай, понятно. Его не зажать, ничего не стоит. Невозможно ее сейчас зробить. Угу. Ну, ладно, поехали, по холоду. Ты машину закрыл, Сереж? Хорошо. Все, дома. Кума спасли. Операция спасения произошла успешно. Прошла, вернее, успешно. Теперь точно всем пока. Всех целую. Субтитры сделал DimaTorzok